Департамент опеки, попечительства и соцподдержки информирует о работе телефона доверия. Обратиться по нему могут те, кто нуждается в психологической помощи. Общение с психологом происходит анонимно. Называть свое имя, фамилию и адрес никто не потребует. Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале рассказывает о том, что управляющие компанией района приступили к завозу песка для детских площадок на придомовых территориях. В 39-й Самарской школе прошел мастер-класс по дзюдо для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, пишет телеграм-канал администрации Самарского района. Воспитанники спортивного клуба «Олимп» продемонстрировали школьникам основы японского боевого искусства и провели тренировку с элементами дзюдо. Эта же телеграм-страница рассказывает о том, как проходит борьба с размещением незаконной рекламы в районе. Студенты Самарского государственного колледжа, колледжа сервисных технологий и дизайна, Самарского колледжа строительства и предпринимательства, Самарского художественного училища, Самарского техникума кулинарного искусства прошли по улицам района и очистили от объявлений фонарной опоры, фасады зданий, водосточные трубы. Телеграм-канал администрации Кировского района пишет, что на территории района в качестве пилотного проекта запущена новая система фотофиксации нарушений. Кировский стал одним из первых, кому такой комплекс, передали коллеги из Воронежа. Комплекс умеет определять границы газона и фиксирует такие нарушения, как парковка на газоне. Фотоматериалы передаются в административную комиссию. Устройство записывает не только парковку, но и другие проблемные вопросы. Нарушение проведения земляных работ, отсутствие пологов на грузовом транспорте, сосульки на жилых зданиях в зимний период, наличие граффити и наличие препятствий вывозу мусора. Такие комплексы уже успешно применяются более чем в 20 субъектах нашей страны. Телеграм-канал администрации Красноглинского района напоминает родителям правила по уходу за зубами ребенка. Заботиться о здоровье полости рта ребенка надо начинать с самого рождения, а полезные привычки и ответственное отношение к сохранению стоматологического здоровья формируются в семье. Стоматологи рекомендуют приучать ребенка с малого возраста к регулярной чистке зубов, сократить сладости в рационе семьи и не забывать родителям следить за гигиеной и своей полости рта, так как кариес – это инфекция, которая может передаваться контактным путем. Субтитры создавал DimaTorzok